Пам-пам! Привет, я Руслан Усачев, и сегодня, как видите, я прохожу кастинг в Black Star. Парада растет, голова пока еще не лысеет, но я думаю, что это не загораем, потому что становлюсь старый я, да? Вот буквально день рождения отметил. Большое спасибо вам за все ваши поздравления. Очень приятно, правда. Но не будем забывать, ради чего мы здесь сегодня собрались. Чтобы услышать пам-пам! Для начала съемка одного здания в Китае с квадрокоптера. То есть, вроде все нормально. 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 БАМ! Здание выглядит, как корабль Интерпрайз из Стартрека. Знаете, почему он так выглядит? Потому что китайцы могут сделать все, что захотят. Сделать все, что захотят, похожим на что-то, что до этого придумали в Америке. Пам-пам! Помните, я вам рассказывал историю о том, что Министерство культуры в России решило сдвигать премьеры западных блокбастеров в кинотеатрах, чтобы самые такие сочные и потенциально кассовые даты доставались российским фильмам. Тогда скандал был вокруг Мстителей, и фильмы о Зоре здесь тихие. Мстители в итоге вышли на неделю раньше, а российский фильм, ну, скажем так, не особо его это спасло. Так вот, на днях российское военно-историческое общество решило, что вот этих вот сдвигов маловато будет, поэтому обратились к депутатам с просьбой, которую, ну, мне кажется, большинство российских режиссеров очень обожают. Квотирование фильмов. То есть они хотят, чтобы на законодательном уровне кинотеатры были обязаны определенный минимальный процент сеансов отводить под российские фильмы, а не под западные плохие блокбастеры, развращающие молодежь. Дело в том, что из-за предстоящей премьеры мира юрского периода в полноценный прокат в России не может выйти военно-историческая драма «Единичка». Знаете, почему на самом деле у «Единички» нет сеансов? Здесь дело не в каком-то сговоре, просто создатели не занимались рекламой, пиаром, маркетингом. Ну, то есть я про этот фильм никогда вообще не слышал. Это единственная новость. Первый раз, когда я услышал о фильме «Единичка». И, конечно, кинотеатры не хотят давать ему сеансов, потому что никто туда не придет. Уважаемые создатели отечественных фильмов, которые страдают от притеснения со стороны Запада, я вам рекомендую начать заниматься рекламой, продвижением ваших фильмов, а не требовать введения каких-то квот. Вам правительство и так уже дало деньги на съемки этих фильмов. Зачем еще что-то требовать? Будьте самостоятельными взрослыми людьми. Ну, серьезно, окажутся эти два фильма в одном кинотеатре. И как будет выбирать зритель? Блин, не могу выбрать, на что мне сходить. На «Мир юрского периода» или «Единичку». «Единичка». Скорее всего, «Единичка». Это звучит как-то более интересно. «Единичка». Я сначала хотел сказать, что они как-то опоздали с выпуском военно-патриотической драмы о Второй мировой войне, потому что самый кассовый сезон уже прошел, сейчас конец мая. Но потом я подумал, что «Мир юрского периода» тоже опоздал. Лет так на 145 миллионов. Пам-пам! Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР, на днях заявил, что в его политике борьбы с алкоголизмом были перегибы. Вау! Вот это откровение. То есть, сколько лет прошло? Пару десятков? И вот... Это он сейчас говорит, то есть, это его мучило, да? Я коряво развалил Советский Союз, и миллионы людей, не приспособленные к рыночным условиям, оказались на грани нищеты. Это фигня, а вот с алкоголизмом я что-то перегнул. Приятно, что бывший президент нашел себе силы и мужество признать такое. Это то же самое, что вот, когда вам будет лет 40, вам позвонит ваш отец. Слушай, ты прости старика, что я тебе щенка запрещал в детстве заводить. Ты же бухал и ушел из семьи, бросив нас в долгах. Ээээ... То есть... За щенка ты прощаешь, да? Все, все ок у нас, да? Пам-пам! Японцы наладили выпуск Толстого со специальным карманом для домашних животных. И мне тут совершенно нечего добавить. Японцы! Пам-пам! Наконец-то началось голосование в первой всероссийской видеоблогерской премии Like 2015. Вот, знаете, как в конце видео все видеоблогеры просят, чтобы им лайки ставили. Вот, наконец-то этот лайк они могут материализованный получить. Впервые это премия, в которой, знаете, люди не просто сами себя номинируют, или еще хуже, как в шоу-бизнесе происходит, когда кто больше заплатил, того и номинировали. Представители Ютьюба, опираясь на закрытую статистику о видеоблогерских каналах, определили по 5 номинантов в 11 главных категориях. А, поверьте, Ютьюб знает всю правду. Вот кто там что накрутил, почему у кого-то лайков больше, чем просмотров, они все это видят. И вот сейчас начинается такой масштабный всероссийский опрос общественного мнения, кто же самый крутой в этих номинациях. То есть, чтобы попасть в нее, нужно было снимать клевые ролики, а чтобы выиграть в ней, нужно хорошо и активно работать со своей аудиторией. Но на самом деле, даже попадание в финальную пятерку, это большой показатель успеха, потому что сейчас в российском Ютьюбе, как вы, я думаю, все наблюдаете, огромная конкуренция. Поэтому предлагаю всем вам высказать свое мнение, проголосовать, и 7 июня на главной сцене Витфеста будут объявлены победители. Кстати, на сам Витфест тоже приходите, я там буду, у меня будет проходить встреча с людьми, которые захотят прийти на встречу со мной, я не знаю, можете задать какие-нибудь вопросы интересные. Может быть, вы хотите какой-то танцевальный номер мне показать, или рассказать интересную историю, подсказать идею для нового шоу, вот это тоже было бы прикольно. Короче, все ссылки есть в описании. Который раз я приношу свои извинения, что сейчас ролики редко выходят, хотя вышло вредное кино недавно, так что я не бездельничаю, но я на самом деле сейчас с утра до вечера занят, потому что хочется, чтобы получилось хорошее мероприятие. На Западе уже много лет проходит подобный фестиваль, называется Виткон, он тоже задавался при непосредственном участии с одной стороны Ютьюба, с другой стороны самих видеоблогеров, и разрос сейчас до каких-то огромных масштабов. Я лично считаю, что в России много хороших, талантливых видеоблогеров, надеюсь, вы со мной согласитесь в этом, и наша страна заслуживает такого хорошего видеоблогерского фестиваля. Возможно, не сейчас, но через годик, через два мы догоним и перегоним Америку. Пам-пам! Это все новости на сегодня, и по хорошей традиции я предлагаю вам подписаться на паблик-чат братва Усачева, например, мы там недавно с коллегами обсуждали происхождение человечества на планете. Вот, серьезно, скажите, где еще в интернете вы можете наблюдать, как популярные видеоблогеры не разбираются в филогенезе? И я специально загуглил это слово, чтобы сейчас его вставить. Да? В общем, с вами был Руслан Усачев, пока! Нужен единый общий праздник, который в своем ядре нес бы идею не столько восхваления побед, сколько осознание того, что воевать это плохо. Назвать его День понимания того, что воевать это плохо.